Как лишить родительских прав отца? Родителей не выбирают, но если их действия становятся угрозой для благополучия ребенка, государство встает на защиту подрастающих. Граждане применяют суровые меры вплоть до официального разрыва отношений между родными людьми. Чаще санкции касаются нерадивых или жестоких отцов. Семейный кодекс «Стакан» 69 описывает, за что и как лишить родительских прав отца. Основания для лишения родительских прав Порой за внешним благополучием семьи скрывается драма с отцом в роли деспота, издевается над близкими людьми, оскорбляет детей, избивает жену. Вместо материальной поддержки пропивает семейный бюджет. Доведенная до последней точки отчаяния, жена готова на крайние меры. Помимо отречения от родительских прав, закон применяет иные жесткие санкции к главе семейства, ограничения прав изъятия. Репрессии направлены на защиту детства. Суровость санкции зависит от тяжести противоправных деяний в отношении несовершеннолетних. Наличие серьезных обстоятельств заставляет мать написать в суд жалобу на недобросовестного отца, которого следует наказать с лишением родительских прав. Законодательство соглашается с истцом на основании статей 69 и 71 Семейного кодекса РФ, если установлены веские причины, отсутствие заботы и ненадлежащий уход, отказ поддерживать материально, неуплата алиментов, отречение от малыша в роддоме, другом учреждении. Психологическое или физическое насилие, сексуальные домогательства, доведение до самоубийства, алкоголизм, наркомания, взрослых, покушение. На безопасность и здоровье несовершеннолетних других членов семьи, вовлечение детей в преступные деяния. Чтобы обратиться в суд, достаточно хотя бы одной причины из перечисленных выше. Только суд принимает решение о дальнейшем статусе отца. Обратите внимание, женщина, оставшаяся с детьми, одна после лишения супруга родительских прав, не имеет статуса «мать-одиночка». Бывает, что супруга хочет отомстить благоверному, который подает на развод. Она начинает шантажировать его отречением от ребенка. Вряд ли «мать» достигнет цели, если причины хотя бы косвенно расходятся с законными основаниями, алименты выплачиваются, не имеет зависимости. Посещает школьные собрания, организовывает досуг, хорошо относится к ребенку. Насилие над ребенком, если факты доказывают необоснованность, претензии, в иске отказывают. Возможность доказать свои аргументы, четкая позиция, неопровержимые доказательства требуются в деле родительского отречения. Обратите внимание, если в семье ни один ребенок по процессу должен осуществляться по каждому несовершеннолетнему по отдельности. Единовременное дело для нескольких детей не допускается. Алёт. Заключение лишить отцовства, как правило, принимается без согласия отца судебными органами. Они исследуют предоставленные документальные доказательства. Документы, необходимые для лишения отцовских прав и инициирования дела, сопровождаются серьезной бумажной волокитой. Базовая комплектация формируется из ксерокопии, идентификация заявителя, данные о рождении несовершеннолетнего, в отношении которого Инициирована процедура, брачное свидетельство, подтверждение с места регистрации о том, с кем проживает ребенок, чек на оплату госпошлины, 300 рублей. Звездочка. Поскольку лишать родителя его прав будет суд, то он и определяет необходимый свод бумаг, акт органов опеки, характеристика на детей. Из учебных заведений, характеристики с места работы, заключение психолога по результатам общения с несовершеннолетним, данные о жилищно. В бытовых условиях, справки о состоянии здоровья. Женщина должна подтвердить справкой 2 НДФЛ, что материнский достаток поможет одной поднимать детей. Иногда список расширяется или сокращается. Основным документом является исковое обращение. Заявление на лишение отца родительских прав в вращении отражается позиция заявителя и формулируется причина ограждения отца от малыша. Создавая рекламацию, следует ссылаться на статьи Кодекса, нормы закона, которые помогут суду. Оформляя судебный иск, необходимо придерживаться общепринятых правил видения деловой переписки. Документы условно делятся на три отрезка. Шапка, наименование суда, данные заявителя и ответчика, суть требований, основания, доказательства, заключения, список приложенных бумаг, эксковое заявление, дополнительная информация. Кроме родителей, с подобными требованиями имеют право обращаться органы попечительства, прокурор и даже сам ребенок, достигший 14 лет. Иск подписывается заявителем и передается в суд. Почтовое отправление с описью и уведомлением – один из вариантов передачи. Однако личное вручение является более эффективным способом. При встрече с судьей следует обсудить, в какой срок рассмотрят прошение, особенности дела, доказательную базу. Какие нужны доказательства для лишения родительских прав, основание должно быть подкреплено фактами и свидетельскими показаниями о том, что права несовершеннолетнего нарушались, а обязанности папа игнорировал. Особое значение уделяется доказательной базе информации о свидетелях и в письменном виде материалы уголовного дела, факты правонарушений, выписка о невыплате алиментов, свидетельство того, что отца отправили отбывать наказание за преступление. Подтверждающие материалы могут быть представлены на фото, видеозаписях, аудиофайлах, в переписке. Рекомендуется взять заключение от психиатра и нарколога на взрослых членов семьи. Алкогольная или наркотическая зависимость отца докажет, что с ним ребенку нельзя контактировать. В случае насилия или побоев необходимо зафиксировать в алице для возбуждения уголовного дела. Бывает, что правоохранители отказывают в возбуждении дела. Однако судебный орган берет для исследования медицинские доказательства о нанесенных побоях, травмах, телесных повреждениях. Важную роль играют свидетельские показания. Соседи и родственники подтвердят недостойное поведение мужа, что повлияет на успешный исход процесса. Представители органов опеки еще один плюс для заявителя – материальный достаток и жилищное условие отца. Если у него нет ни средств, ни жилья, то отцовский долг не будет исполняться, как требует закон. Веским доказательством в суде служит заключение попечительских органов. В организацию целесообразно обратиться за помощью в отборе необходимых фактов. Практика показывает, что авторитетное мнение сотрудников опеки в ходе процесса бывает решающим. Важно, если решается судьба ребенка, которому на дату подачи обращения исполнилось 10 лет, его необходимо познакомить с иском и опросить в ходе судебного слушания. Упрощенная процедура лишения прав отца жизнь порой заставляет отца отказаться от своих прав родителя добровольно. Мирное урегулирование упрощает процедуру, бережет нервы и экономит время бывших когда-то близкими людей. Бывают следующие ситуации – необходимость периодического выезда с ребенком в другую страну, что требует согласия отца на каждую поездку. Ребенка хочет усыновить иностранец и увезти вместе с матерью за пределы России. Понимающий отец не будет возражать против требований матери ребенка. Ему следует попросить органы опеки написать положительное заключение для судебных инстанций. Другой путь – обращение в нотариальную контору, чтобы заверить отказ от отцовства. Если ответчик не хочет ходить по инстанциям, то ему поможет адвокат. Польза данного обращения в том, что он соберет нужные бумаги и будет присутствовать на судебных слушаниях. Дело пройдет по упрощенной схеме после признания иска-ответчиком. Быстрый результат происходит по обоюдному согласию. Дополнительная информация – родительские права признаются только до совершеннолетия ребенка. По истечении 18-летия процедура невозможна. Правовые последствия для лишившегося своих прав отца с того момента, как суд решил отобрать у отца право, наступают последствия, существенные для всех сторон. Для начала решаются проблемы общего местонахождения, особенно если совместное проживание признается опасным для ребенка в физическом и психологическом плане. Если отец занимает жилплощадь, принадлежащую членам семьи, его могут принудительно выселить без права на компенсацию. Такие же последствия ждут лишенца в отношении неприватизированной квартиры или его социальному найму. Нельзя этого сделать, если отец является собственником всей или части совместной супругой территории. Эта дилемма решается в судебном порядке. Суд вправе обязать отца путем раздела имущества обеспечить жильем семью. Дети, отлученные от отца, остаются жить с мамой. Если такой возможности нет, то их определяют в детский дом-интернат. Важно! Родитель может восстановиться в привилегиях через полгода после санкций. Вопросы усыновления другими людьми также решаются через 6 месяцев. Главный минус в том, что лишенный законных прав и отец становится чужим и прекращает участвовать в жизни ребенка. Вопросы образования. Лечение отдыха решается без отца. Он не имеет права представлять интересы малыша в различных инстанциях. Как бы ни раскаивался мужчина, дети не обязаны поддерживать с ним взаимоотношения, видеться и общаться. В будущем сын или дочь освобождаются платить алименты нетрудоспособному родителю. Отец не сможет унаследовать имущество после смерти детей. В дальнейшем отец будет лишаться права стать опекуном либо приемным родителем для другого малыша. Социальное пособие и льготы на детей отлученному отцу не полагается. Интересы ребенка находятся под защитой государства, если отца лишили родительских прав. Финансовые обязанности отец сохраняет до совершеннолетия сына или дочери. Суд устанавливает необходимость выплат алиментов человеку или организации, осуществляющей уход за малышом. Игнорирование материальной поддержки может обернуться для нерадивого отца серьезным наказанием, грозит тюрьма. Дети остаются наследниками первой очереди после смерти отца. Возвращение отцовства, как отцу восстановить свои права, решает суд. Наряду с исковой просьбой он должен представить доказательство, что способен воспитать малыша и исправился. Процедура проходит с участием работника прокуратуры и представителя попечительской организации. Отец может потребовать вернуть ему детей, написав соответствующий иск. Дети по достижении 10 лет могут высказать мнение о просьбе отца и ответить положительно или отказать в возвращении. Если ребенка взяли в семью и усыновление не отменено, то восстановить родительские права невозможно. Причин, по которым отец может лишиться прав на своих детей, существует достаточное количество. Они требуют доказательств, фактами, официальными документами, свидетельскими показаниями. Суд изучает материалы и принимает решения, но не всегда удовлетворяет требования истца. Восстановление в родительских правах В некоторых ситуациях отец имеет уважительные причины для редкого общения с ребенком и неучастия в его жизни, поэтому в требованиях жены будет отказано. При наличии весомых аргументов против нерадивого отца его родственные связи с детьми будут законно прерваны. Он испытает все негативные последствия такого решения. Звездочка цены актуальны на август 2018 года. Документы, необходимые для лишения отцовских прав. Инициирование дела сопровождается серьезной бумажной волокитой. Базовая комплектация формируется из ксерокопли. Идентификация заявителя, данные о рождении несовершеннолетнего, в отношении которого Инициирована процедура, брачное свидетельство, подтверждение с места регистрации о том, с кем проживает ребенок, чек на оплату госпошлины – 300 рублей. Звездочка. Поскольку лишать родителя его прав будет суд, то он и определяет необходимый свод бумаг, акт органов опеки, характеристика на детей. Из учебных заведений, характеристики с места работы, заключение психолога по результатам общения с несовершеннолетним, данные о жилищно-бытовых условиях, справки о состоянии здоровья. Женщина должна подтвердить справкой 2НДФЛ, что материнский достаток поможет одной поднимать детей. Иногда список расширяется или сокращается. Основным документом является исковое обращение. Заявление на лишение отца родительских прав. В прошении отражается позиция заявителя и формулируется причина ограждения отца от малыша. Создавая рекламацию, следует ссылаться на статьи Кодекса, нормы закона, которые помогут суду. Оформляя судебный иск, необходимо придерживаться общепринятых правил видения деловой переписки. Документы условно делятся на три отрезка – шапка, наименование суда, данные заявителя и ответчика, суть требований, основания. Доказательства, заключения, список приложенных бумаг. Эксковое заявление, какие нужны доказательства для лишения родительских прав. Основание должно быть подкреплено фактами и свидетельскими показаниями о том, что права несовершеннолетнего нарушались, а обязанности папа игнорировал. Особое значение уделяется доказательной базе информации о свидетелях и в письменном виде материалы уголовного дела, факты правонарушений. Выписка о невыплате алиментов – свидетельство того, что отца отправили отбывать наказание за преступление. Подтверждающие материалы могут быть представлены на фото, видеозаписях, аудиофайлах, в переписке. Рекомендуется взять заключение от психиатра и нарколога на взрослых членов семьи. Алкогольная или наркотическая зависимость отца докажет, что с ним ребенку нельзя контактировать. В случае насилия или побоев необходимо зафиксировать эволюции для возбуждения уголовного дела. Бывает, что правоохранители отказывают в возбуждении дела. Однако судебный орган берет для исследования медицинские доказательства о нанесенных побоях, травмах, телесных повреждениях. Важную роль играют свидетельские показания. Соседи и родственники подтвердят недостойное поведение мужа, что повлияет на успешный исход процесса. Представители органов опеки еще один плюс для заявителя – материальный достаток и жилищные условия отца. Если у него нет ни средств, ни жилья, то отцовский долг не будет исполняться, как требует закон. Веским доказательством в суде служит заключение попечительских органов. В организацию целесообразно обратиться за помощью в отборе необходимых фактов. Практика показывает, что авторитетное мнение сотрудников опеки в ходе процесса бывает решающим. Важно, если решается судьба ребенка, которому на дату подачи обращения исполнилось 10 лет, его необходимо познакомить с иском и опросить в ходе судебного слушания. Упрощенная процедура лишения прав отца. Жизнь порой заставляет отца отказаться от своих прав родителя добровольно. Мирное урегулирование упрощает процедуру, бережет нервы и экономит время бывших когда-то близкими людей. Бывают следующие ситуации – необходимость периодического выезда с ребенком в другую страну, что требует согласия отца на каждую поездку. Ребенка хочет усыновить иностранец и увезти вместе с матерью за пределы России. Понимающий отец не будет возражать против требований матери ребенка. Ему следует попросить органы опеки написать положительное заключение для судебных инстанций. Другой путь – обращение в нотариальную контору, чтобы заверить отказ от отцовства. Если ответчик не хочет ходить по инстанциям, то ему поможет адвокат. Польза данного обращения в том, что он соберет нужные бумаги и будет присутствовать на судебных слушаниях. Дело пройдет по упрощенной схеме после признания иска ответчиком. Быстрый результат происходит по обоюдному согласию. Дополнительная информация. Родительские права признаются только до совершеннолетия ребенка. По истечении 18-летия процедура невозможна. Правовые последствия для лишившегося своих прав отца. С того момента, как суд решил отобрать у отца право, наступает последствие, существенное для всех сторон. Для начала решаются проблемы общего местонахождения, особенно если совместное проживание признается опасным для ребенка в физическом и психологическом плане. Если отец занимает жилплощадь, принадлежащую членам семьи, его могут принудительно выселить без права на компенсацию. Такие же последствия ждут лишенца в отношении неприватизированной квартиры или по социальному найму. Нельзя этого сделать, если отец является собственником всей или части совместной супругой территории. Эта дилемма решается в судебном порядке. Суд вправе обязать отца путем раздела имущества обеспечить жильем семью. Дети, отлученные от отца, остаются жить с мамой. Если такой возможности нет, то их определяют в детский дом-интернат. Важно! Родитель может восстановиться в ревелегиях через полгода после санкций. Вопросы усыновления другими людьми также решаются через шесть месяцев. Главный минус в том, что лишенный законных прав отец становится чужим и прекращает участвовать в жизни ребенка. Вопросы образования. Лечение отдыха решаются без отца. Он не имеет права представлять интересы малыша в различных инстанциях. Как бы ни раскаивался мужчина, дети не обязаны поддерживать с ним взаимоотношения, видеться и общаться. В будущем сын или дочь освобождается платить алименты нетрудоспособному родителю. Отец не сможет унаследовать имущество после смерти детей. В дальнейшем отец будет лишаться права стать опекуном либо приемным родителем для другого малыша. Социальное пособие и льготы на детей отлученному отцу не полагается. Интересы ребенка находятся под защитой государства, если отца лишили родительских прав. Финансовые обязанности отец сохраняет до совершеннолетия сына или дочери. Суд устанавливает необходимость выплат алиментов человеку или организации, осуществляющей уход за малышом. Игнорирование материальной поддержки может обернуться для нерадивого отца серьезным наказанием, грозит тюрьма. Дети остаются наследниками первой очереди после смерти отца. Возвращение отцовства Как отцу восстановить свои права, решает суд. Наряду с исковой просьбой он должен представить доказательство, что способен воспитать малыша и исправился. Процедура проходит с участием работника прокуратуры и представителя попечительской организации. Отец может потребовать вернуть ему детей, написав соответствующий иск. Дети по достижении 10 лет могут высказать мнение о просьбе отца и ответить положительно или отказать в возвращении. Если ребенка взяли в семью и усыновление не отменено, то восстановить родительские права невозможно. Причин по которым отец может лишиться прав на своих детей, существует достаточное количество. Они требуют доказательств, фактами, официальными документами, свидетельскими показаниями. Суд изучает материалы и принимает решения, но не всегда удовлетворяет требования истца. Восстановление в родительских правах в некоторых ситуациях отец имеет уважительные причины для редкого общения с ребенком и неучастия в его жизни, поэтому в требованиях жены будет отказано. При наличии весомых аргументов против нерадивого отца его родственные связи с детьми будут законно прерваны. Он испытает все негативные последствия такого решения. Звездочка цены актуальны на август 2018 года.